Сессия приходит, сессия приходит, бессонница, кофе, вкус бодрящий, страх отчисления всегда настоящий. Снимает? Да, вроде бы да. Всем привет, я сегодня впервые снимаю на макбук. И сегодня 31 декабря, 14.39, я хочу снять это видео максимально быстро, постараюсь это делать без монтажа. Я даже не снимала на камеру, потому что я сейчас должна снять видео минут за 20 и уже через час его выложить, потому что потом у меня времени не будет. Поэтому давайте, у нас всё получится. Так, сосредоточились. Я составила тут небольшой списочек, что я должна вам сказать. И сегодня будет просто такая вот полтовня, просто обычное жизненное видео. Надеюсь, что вам понравится. Когда-то, помните, был голый челлендж, когда все снимали без монтажа. Вот это что-то типа этого. Я даже немножко переживаю. Вообще, напишите, как вам такой формат видео, то есть в таком качестве, не очень хорошем. Хотя, надеюсь, что всё нормально. Видно, что это просто некая романтика, уютненькая, хорошо. А ещё я включила гирлянду, надеюсь, что она не взорвётся, потому что вообще-то в общежитии запрещено включать гирлянды. Но я всё-таки быстро это делаю, поэтому, думаю, всё будет хорошо. Итак, что я хотела сказать. Во-первых, пункт про видео. Почему видео выходит так редко? Собственно, да. Сейчас у меня немножко видео не в приоритете, точнее, не на первом месте, потому что у меня сейчас на первом месте учёба. Учёба, учёба, учёба. Потому что я шла, собственно, к этому очень долго, чтобы поступить в университет. И вылететь в первом же семестре мне не очень охота. И, честно сказать, учиться очень тяжело, в плане... Очень интересно, но очень много всего надо учить, особенно учитывая, что я всего этого не знала вообще. То есть, бывает, приходят ребята, которые уже как-то в этом шарят, но это не про меня. Я очень стараюсь. Вроде бы пока всё, слава богу, получается. Нужно очень много читать, много всего писать. Поэтому, да, на монтаж, на видео... Ну, в принципе, видео снимать, это не так трудно, но монтаж до этого никогда не доходит, потому что я прихожу, я учусь весь день, и к вечеру я просто сваливаюсь, и всё, что я могу делать, это лежать на кровати и разлагаться. То есть, до монтажа не доходит, потому что у меня мозг настолько распухает, что сесть за компьютер, что-то монтировать, это просто невозможно, честное слово. Я надеюсь, что дальше будет чуть попроще, времени станет чуть побольше, и, конечно, я снова начну снимать стабильно, потому что я это не забыла, я это не забросила. Мне до сих пор очень нравится снимать видео, меня это очень привлекает, и я не хочу вас бросать, но сейчас трудные времена, нужно это пережить. Тут ещё написано Instagram, так что да, можете подписаться на мой Instagram, где-нибудь будет написано. В Instagram я сейчас стараюсь хотя бы что-то выкладывать из своей жизни, хотя даже на Instagram у меня нету времени, хотя там нужно просто вылучшить фотографию, но порой это тоже очень трудно. Так что подписывайтесь, я буду очень рада. Ещё хочу сказать по поводу рекламы. Да, в последнем видео была реклама, её было очень трудно не заметить. Да, я до этого не делала практически никакую рекламу, для меня это очень странно, но сейчас я студент, у меня нету денег, мне просто нужен хоть какой-то заработок, я не хочу полностью зависеть от родителей. Это не значит, что я снимаю видео только ради рекламы, потому что это очень глупо. Я снимала до этого три года без рекламы, неужели сейчас вот всё, только реклама, больше ничего не надо. Я не вижу в этом ничего плохого, поэтому надеюсь, что вы тоже к этому отнесётесь адекватно. Реклама — это нормально. Следующий пункт мой любимый — это сессия. Смотрите, какая у меня прекрасная зачётная книжечка, она очень красивая. У нас уже началась сессия, у нас была зачётная неделя, у нас, то есть сначала проходят зачёты, а потом экзамены. И я уже сдала сколько зачётов? Я сдала уже семь зачётов, вот мои зачётики, тут ничего не видно, но у меня по всем предметам зачёты, и на самом деле это было очень трудно. Ну, как, для меня это было очень стрессово, мне было очень страшно, я не ожидала, что зачёты... Я думала, что зачёты — это так, фигня какая-то, но в итоге там также нужно улучшить билеты, то есть я помню, как по философии я учила за два дня, сколько их там было, 30 с чем-то билетов, и это было... Это была какая-то жесть. За эти два дня я успела соединиться с Дао, познать Будду и всё, что только можно. Эта философия мне снилась даже ночью, потому что просто каждую ночь в зачётной неделе я сдавала экзамены. Просто вы понимаете, что вы... И так вам весь день страшно, потом вы засыпаете, и ночью вы опять сдаёте эти экзамены, постоянно просыпаетесь от этого. Я очень нервничала, переживала. Ну, для меня это потому, что очень много значит, и мне нельзя было получить незачёт. Ну, во-первых, незачёт — это просто очень грустно, очень плохо, родители будут тоже, наверное, не очень довольны. Я буду сама не очень довольна, потом ещё надо будет это пересдавать, и к тому же это сразу как бы слетаешь со стипендии. Это тоже не очень хорошо. Так что я сдала уже старославянский, основы литературоведения, латинский язык, английский, основы языка знаний, философию и физкультуру. Та-дам! Впереди у меня ещё экзамены. Весь январь до 24 января, там у меня будет последний экзамен, и только потом я смогу наконец-то полететь домой в Екатеринбург. Я очень скучаю по своим родителям, по сестре, по собаке. Я очень хочу домой, и я думала, что я на самом деле на Новый год поеду домой, но что-то не сложилось, билеты очень дорогие, нужно учиться, поэтому я полечу домой только вот после уже всей сессии, и сейчас Новый год я буду праздновать в общаге. Кстати, это будет сегодня, я до сих пор как-то в это не верю, не особо осознаю. В январе у меня навряд ли получится что-то снять, потому что вот, например, билеты только по древнерусской литературе, и то это далеко не всё. Тут 58 билетов, и здесь на самом деле далеко не вся информация, то есть нужно ещё искать это в учебниках, ещё где-то я сделала пока только 10 билетов. На каждый билет уходит очень много времени, это уже ещё нужно выучить, и это сдавать, и зачёт это был просто, типа, зачёт-не зачёт, и зачёт это, по сути, ну, надо сдать хотя бы на три, а здесь на тройке сдавать, ну, очень-не очень, поэтому нужно сдавать на четвёрке-пятёрке, и просто как? Я не жалуюсь, через это все проходили, я это прекрасно понимаю. Да, тут ещё пункт дела, дела хорошо, я не знаю, что ещё по этому поводу сказать. Новый год. Класс, Новый год, планов до сих пор нет. Я знаю, с кем я буду праздновать, скорее всего, мы будем сначала в общаге, потом просто пойдём гулять по Москве, в плане искать хоть какие-то приключения, но пока планов почти ноль. Но настроение есть. А ещё я сегодня планировала учиться немножечко хотя бы, получить билеты, даже в Новый год мы учим билеты, а завтра, 1 января, мне нужно сделать 10 билетов по плану, по сути. Я очень постараюсь всё это выполнить. Что вы думаете насчёт формата простых разговорных видео и влогов? Не обязательно вот так вот на макбук, это я сейчас просто Новый год, моя влоговая камера разрядилась, на зеркалку долго снимать, поэтому лучше так, чем никак. Но, например, на влоговую камеру, думаю, качество будет нормальным. Вообще, как вы к такому относитесь? Потому что я очень хочу заморочиться, я очень хочу снять что-то классное, что-то очень красивое, какие-нибудь скетчи, что-нибудь со смыслом. У меня очень много вдохновения, я постоянно записываю идеи, они все здесь есть, но пока что я не могу начать их воплощать в жизнь, потому что я знаю, что сейчас это получится либо плохо, либо я буду это снимать полгода, потому что находить на это время нужно просто выкраивать из ниоткуда. Пока что это очень как-то далеко, но какие-нибудь разговорные видео, которые не требуют каких-то больших затрат и большого количества времени, в принципе, наверное, это возможно, но я не знаю, как вы к такому относитесь, пишите в комментариях. Еще у меня написаны радужные носочки. Сейчас я вам их покажу. Радужные носочки. Вот. Осталось очень мало времени, так что собрались. Последний пункт. Я должна вас поздравить с Новым Годом, так что да. Дорогие друзья... Компьютер, работай. Дорогие друзья, я очень рада, что... что... Дорогие друзья, вот и наступил этот день, 31 декабря. Возможно, вы смотрите уже позже это видео, неважно. Скоро, вот буквально через несколько часов наступит Новый Год, 2018. И я хочу, чтобы в этом 2018 году вы строили огромные планы и, главное, выполняли их. И, пожалуйста, ничего не бойтесь, у вас все обязательно получится. А в том году, ну, год назад, я также писала планы на 2017 год. И мне было очень страшно писать какие-то пункты, типа поступить в МГУ, поступить еще куда-то, блин, вообще куда-нибудь бы поступить. И, может быть, мне вообще это не надо, может быть, мне остаться в своем городе, может, вообще никуда сейчас не поступать, заняться блогерством. Это все очень классно, но я-то знала, что просто мне, конкретно мне, хочется поступить. И я знала, что это очень тяжело. Если сильно хотеть, если очень сильно стараться, то все у вас получится, потому что, если бы я испугалась и тогда так и не решилась сдавать ЕГЭ по литературе, а потом поступать, ехать в другой город, вообще не пойми куда, уезжать от родителей, поверьте, на самом деле, это все не так просто, как кажется. Хотя, что я говорю? На самом деле, ну, так что все и трудно, все преодолимо, все проходит очень весело, конечно, бывают какие-то слезы, переживания, но все в целом нормально, все это возможно, все это реально, так что стройте самые гигантские планы, просто делайте то, что вам хочется, делайте то, как вы чувствуете, и все у вас обязательно получится, и пусть 2018 год будет самым крутым годом в вашей жизни, поворотным годом, я не знаю, что вас ждет, но если вы в 11 классе, то поступайте туда, куда велит вам ваше сердце, потому что разные люди говорили мне, что поступай, Маша, вот сюда, здесь ты будешь много зарабатывать, это очень прибыльно, нет, Маша, вот поступай вот сюда, сюда поступить очень просто, у тебя 100% получится, но в итоге я пошла туда, где не то чтобы очень прибыльно, не то чтобы очень просто, но я пошла туда, куда я хочу, здесь я встретила очень многих людей, которые я тоже хочу сказать спасибо, если вы вдруг смотрите это видео, то вы знаете, что я говорю про вас, так что просто знайте, что все в ваших руках, все вам под силу, я очень надеюсь, что все у вас будет хорошо, и конечно огромное спасибо за вашу поддержку, потому что в этом году она была мне нужна, как никогда раньше, я очень мало снимала видео, я вообще нифига не делала в этом году на канале, но вы у меня очень понимающие, вы остаетесь со мной, вы меня поддерживаете, огромное вам спасибо за все это, за все ваши приятные слова, а еще 2018 год, это год кого? Собаки, а год собаки по определению не может быть плохим, так что все у нас будет классно, а еще вас поздравляет Юрий и Виктор, а там где-то есть Леви, я вас всех очень-очень-очень-очень сильно люблю, до новых видео, увидимся в 2018 году, всем пока, отпразднуйте этот Новый год, как следует, я тоже очень постараюсь, я вас люблю, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok